В российскую военную историю 18 февраля вошло как траурная дата. В 45-м году в этот день погиб самый молодой генерал армии и командующий фронтом, дважды герой Советского Союза Иван Данилович Черняховский. Подающийся военачальник блестяще себя проявил при обороне Новгорода. Его памяти было посвящено мемориальное мероприятие, которое провели сотрудники новгородского следкома. Наталья Хмелева подробнее. Почему вот эта улица, я всегда думал, называется улица Черняховского? Потому что после боев войска, 28-я танковая дивизия, ей пришлось отступить на линию городского вала и здесь уже держать оборону самого Новгорода. А до этого была первая по сути победа, контрудар в боях за сальцы в 1941 году, где при участии Ивана Даниловича Черняховского врагу дали понять, советские солдаты могут не только отступать, но и дать отпор захватчикам. Были бои под Демянском, и генерал Черняховский просил помощи у командования, чтобы пробить оборону противника. Прислали две «Катюши». И деревни не стало, и штаб их уничтожен был, генерал погиб, несколько полковников немецких погибло. Я сам видел, как этого генерала на самолете увозили в Германию. Я все помню до последнего, даже фамилиями отчества, даже переводчика помню пенно. А было тогда Владимиру Грачеву, жителю деревни Ватулино, всего пять. Однако генерал Черняховский произвел на тогда еще мальчика Володю неизгладимое впечатление. И хотя самого Ивана Даниловича увидеть ему не довелось, факты о жизни и военных подвигах генерала он теперь собирает всю жизнь. Я по этим местам, где воевал Черняховский, в пределах радиус 30 километров, в подростковом возрасте, я все обошел. И все места сражений, где танковые бои, где были, я знаю лично, и собственными руками, ногами, значит, это я все видел. Иван Черняховский пример для подражания, признаются участники встречи. Самый молодой генерал, а погиб он 18 февраля 1945 в Польше, в возрасте всего 37 лет. Прошел Курскую битву, форсирование Десны и Днепра, и целый ряд военных операций, без которых победы бы просто не было. И везде он проявлял удивительную военную смекалку, которая выручала и под Новгородом. Силы были незначительные, потому что заступающими боями шли с Прибалтики, потери были очень большие. Он умело использовал те немногочисленные резервы и умело отражал натиск противника. Но силы, конечно, были неравные. Тогда город пришлось оставить, но для новгородцев генерал Черняховский был и остается героем. Сегодня о нем рассказали школьникам. Пусть кратко, но делать это нужно, чтобы имена тех, кто не жалея жизни, защищал страну и нашу малую родину, не стирались из памяти поколений. Наталья Хмелева, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Новости. Новости. Новости.